Генеральный партнер программы «Середина земли» – сеть удобных магазинов «Титан». Ловит последнюю возможность в буквальном смысле. Перед запретом на лов рыбы браконьеры расставляют сети. Как с ними борются инспекторы рыбоохраны? Расскажет Туяна Немаева. 42 коллектива, более тысячи участников. За Байкальской столице в 14-й раз прошел танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок». Все подробности смотрите в программе «Середина земли». «Середина земли» в столице Бурятия с новостями при Ангаре. Прямо сейчас вас познакомят журналисты из Иркутской области. В студии Александра Кошерникова мы начинаем. В связи с лесопожарной обстановкой в нашем регионе особое внимание уделяется безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи лесных массивов. Их при Ангаре 462. Прошлой весной сильные ветра и лесные пожары стали причиной трагедии в Черемховой поселке Дальний. В этом году новая история. Сгорело пять домов в поселке Утай Тулунского района. Так будут помогать погорельцам, знает Галина Тернева. На этом месте, где сейчас дымящееся пепелище, еще несколько дней назад было фермерское хозяйство. Его владелец в одну ночь потерял все. Дом, надворные постройки, гаражи и небольшой автопарк. Спасти ничего не удалось. Просто не хватило времени. Только успевали убегать. Скота крупного успели выгнать, а мелкие весь погорел, кролики, курицы там это все. Собаку жалко даже, не успело отцепить, сцепить. Как на цепи он лежит, будем ждать дальше. Что будет? Может, помогут? Надеемся. В ночь на 13 апреля в поселке Утай Тулунского района бушевал сильный ветер. В конце улицы Набережная переплелись провода, искра упала в сухую траву. Пламя почти мгновенно перекинулось на жилые дома. Без крова осталось пять семей, в том числе двое детей, десяти и трех лет. Решается вопрос по оказанию помощи в денежном и материальном одежде, то есть жилье решаем вопрос. Областное правительство помогать погорельцам будет адресно, говорит первый зампред правительства при Ангаре Николай Слободчиков. Сейчас пострадавшие уже получили первые выплаты по 10 тысяч рублей. Всего им выделят от 34 до 84 тысяч, а при поддержке спонсоров еще по 100 тысяч рублей, чтобы люди могли начать восстанавливать свои дома. Фермер же для развития своего хозяйства может рассчитывать и на грант от Минсельхоза региона. Поможем обязательно встать ему на ноги, потому что человек воли, он все это сделает, надо его поддержать. Так в целом, конечно, сложная ситуация, нам надо вообще на чеку быть, потому что все меняется, ветра стали чаще. Вот поэтому мы сейчас в круглосуточном режиме контролируем всю область. Николай Слободчиков также отметил, виновных в Утайском пожаре обязательно накажут. Кроме неисправности электрических сетей, есть и другая версия – это палы травы и неосторожное обращение с огнем. Сейчас в безопасности населенных пунктов в регионе уделяется особое внимание, чтобы истории Черемхова, Дальнего, а теперь и Утая больше не повторились. Галина Чернева, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. Пользуются последней возможностью. Совсем скоро в Приангаре вступает в силу запрет на лов рыбы. Вместе с этим активизировались недобросовестные рыбаки. Они применяют запрещенные снасти. Излюбленное место браконьеров – это устье реки Ушаковка. Вместе с инспекторами рыбоохраны там побывала Туяна Немаева. Она узнала, какое наказание ждет нарушителей. В Ангаре обитают таймень, хариус, щука, окунь, ленок, сорога. Но в последнее время рыбы совсем не клюют. Делится опытный рыбак Виталий. Поймать за день на удочку один хвост – и то большая удача. А все потому, что местные водоемы буквально опутаны сетями. Ценные породы попадают в руки браконьеров. Они мне не мешают, но они рыбу-то вылавливают. Рыбы-то уже почти нет в Ангаре. На плотине там на лодках стоят, их жеребята там ловят. Ну, запретная. Там запретная зона, мол, типа, на плотине. И на лодках стоят, и рыбачат там тоже, это самое в запретной зоне. И сети ставят, все они, всех знают друг друга. Вверх по Ангаре и Ушаковке сейчас на Нерест мигрируют лососевые. В связи с этим с 25 апреля вводится запрет на весеннюю рыбалку. Ловить разрешается только удочкой с берега и не более двух хвостов. Все остальные орудия и виды лова запрещены. В настоящее время, пока до запрета еще несколько дней, активизировались недобросовестные рыбаки. Они ловят последнюю возможность добычи с помощью запрещенных сетей, чаще под покровом ночи. Поэтому охота на браконьеров ведется в это же время суток. Иркутские рыбоинспекторы, представители общества рыболовов и охотников «Динамо», а также будущие охотоведы, особо патрулируют устье Ушаковки. Излюбленное место любителей легкой наживы. Устье обмелево Ушаковки, практически как ручей. И вот ширина буквально метра четыре получается у Ушаковки. И браконьеры перегораживают это русло сетями и не дают подняться рыбе на Нерест. За один рейд рыбный спецназ изъял 11 снастей. Водных обитателей в них не оказалось. Поэтому уголовная ответственность нарушителей миновала. Поймать за руку удалось только двоих черных рыбаков. Составлены административные протоколы. Мужчин ожидает штрафа от двух до пяти тысяч рублей. Как правило, все убегают уже, начинают. В наш век телефонной связи уже многие связываются друг с другом. То есть, начинаем работать с Устье, наверху уже люди тоже знают, что машины пошли. То есть, приходится работать и сверху, и отсюда, снизу, с двух сторон. Так оно получается продуктивнее. Есть много желающих заняться браконьерством. Не понимают, что поймали одну рыбку, а погубили столько икринок, до тысячи икринок в одной рыбке. И все это сказывается на воспроизводстве рыбы. За каждую незаконно пойманную особь также придется платить. Например, за хариуса 500 рублей за таймение более тысячи. А если пойманных хвостов свыше 10, возбуждается уголовное дело. Иркутские берега рыбный десант будет патрулировать каждую ночь, пока не закончится нерест. До 20 мая. Туяна Немави, Евгений Шарыпов, середина земли, Иркутская область. Величайшая святыня 20 века впервые побывает в Чите. В рамках программы «Духовная связь» ковчег с частью мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца прибудет в Забайкальскую столицу из зарубежной церкви. С подробностями прямо сейчас моя коллега Марина Кузнецова. Она на связи. Здравствуйте, Александра. Святитель Иоанн Шанхайский был причислен к лику святых относительно недавно, в июле 1994 года. Но за эти 20 лет от его святых мощей получили исцеление от разных болезней сотни человек. Еще при жизни святитель Иоанн отличался прозорливостью, способностью исцелять людей. А теперь к другим новостям. Накануне прошел День Земли, цель которого – напомнить человечеству о хрупкости экосистемы нашей планеты и необходимости беречь ее. Уже в третий раз в этот день в Забайкале проходит фестиваль школьных агитбригад. Своими выступлениями ребята хотят привлечь внимание к проблемам Даурского и Сахандинского заповедников и Национального парка Алханай. Не живу я, отградаю, надоело мне так жить. Целый день по полю бегать, не поесть, не попить. Ведь охотники забыли, нет покоя мне нигде. Только хочется спокойно полежать на солнце мне. Импровизированные костюмы, маски, самодельные декорации из подручных материалов, немного макияжа, а также желания самих школьников и поддержка учителей. Идея о номере о Даурском заповеднике появилась довольно быстро. Дольше обсуждалось распределение ролей, рассказывает девятиклассница Дарья Кононенко. Роль Церена, доставшаяся ей, оказалась одной из ведущих. Больше всего текста, да и небольшой музыкальный номер. Так что она очень волновалась перед выходом на сцену. Зайсовка ребят в первую очередь, а вреде бы коньерство. Но и о пожарах забывать не стоит. Самый знаменитый призыв «Берегите лес от пожара» своей актуальности не теряет никогда. Особенно в нынешнем апреле. Я думаю, конечно, влияет на лес и на животных, на все это влияет. Животные умрут, и это очень страшно. Участники экологических агитбригад прошли довольно серьезную информационную подготовку, поскольку главное в их выступлениях на фестивале все же не форма, а содержание. Мы предлагали им оценить ценность охраняемых территорий и их вклад в защиту биоразнообразия. Кроме этого, мы хотели, чтобы они показали и реальные экологические проблемы, которые интересуют их. По опыту прошлых лет они говорят и о вырубке лесов, и о вреде пожаров для всего живого. О том, кто станет лучшим, будет известно через неделю. Приз победителей – возможность команде из пяти ребят и их руководителю побывать на экологическом слете, именно в той заповедной территории, которой и было посвящено их выступлению на фестивале. 42 танцевальных коллектива, более тысячи участников. В 14-й раз в Забайкальской столице был организован конкурс хореографического искусства. Участники смогли показать свое мастерство в таких направлениях, как фристайл, бальные, классические и, конечно же, народные танцы. Постижение искусства танца лучше всего начинать с самого детства. Как говорит юная четинка Анастасия Богаченко, она танцами занимается уже 11 лет. И другого выбора ей судьба просто не оставила. В ее семье профессионально танцуют мама, тетя и брат. Танец задают определенный стиль жизни. Ну, конечно, классика у нас тоже изучается в ансамбле, но к сердцу мне больше эстрад. Я подвижный человек, люблю двигаться. В отличие от Насте, ее партнер в танцы пришел практически случайно. Но сегодня Максим очень рад тому, что учится танцевать. Своё детство не помню, но, как мне рассказывали родители, меня пробовали записать в различные секции, кружки. У меня нигде не получалось, и меня однажды привели на танцы. Там мне очень понравилось, я стал продолжать заниматься, у меня начало получаться, и я вжился в коллектив. Не нужно думать, что танец – это такое веселое развлечение. На самом деле занятие хореографией требует большой внутренней дисциплины и серьезной самоотдачи. Кроме того, нужно постоянно расширять свой кругозор и эрудицию, чтобы наполнять смыслом свои движения, знать, о чем рассказывает танец. Милая мама, вчера у нас в части был большой праздник. Нашему корпусу вручили гвардейское знамя. Мы перед тем, как ставить любые танцы, проводим большую постановочную работу, много литературы изучаем, то есть просматриваем видеоматериалы, стараемся донести до каждого участника именно роль актерского мастерства, чтобы дети через себя прочувствовали, через свои какие-то эмоции, через осознание собственных каких-то чувств, мнений и так далее. Дети, конечно же, помогают нам в этом. Жюри на конкурсе очень строго и поблажек не делает. В его составе опытные специалисты. Председатель жюри Татьяна Вампилова уже в пятый раз работает в судейской коллегии «Хрустального башмачка». Здесь, в Чите, очень много коллективов классического танца. Это большая редкость. Несмотря на то, что в нашем городе есть театр оперы, балеты, есть хореографическое училище, никто не осмеливается заниматься этим сложным видом искусства. Это на самом деле очень сложно. И мне понравился мальчик, который карсар танцевал. Ну, естественно, пиццикаты сегодня мы посмотрим. Ну, и, конечно, очень интересные коллективы современного танца. Танц-миссия, стиль. И такие ведущие коллективы, как «Отрада», «Аросинки Забайкалья». «Хрустальный башмачок» уже давно стал одним из самых популярных творческих конкурсов Забайкальской столицы. С ним связаны большие надежды сотен юных забайкальцев. И, по мнению его организаторов, у конкурса большие перспективы. Вообще, этот конкурс, он 14-й конкурс. Вообще, он популярный очень конкурс у нас в городе. И вот, посмотрите, 42 коллектива принимают участие, свыше тысячи детей. Это очень приятно, отрадно. Сейчас образование даже вышло с такой инициативы, Министерство образования, что, значит, 10 путевок детям в океан получат уже за участие. Ну, приятно то, что этот конкурс проходит в городе. И мы будем всячески, и администрация города, и управление, всячески для того, чтобы помогать, чтобы этот конкурс проходил. Антон Матушевский, Екатерина Станиславска, Сергей Рычков. Середина земли, Забайкальский край. Монгольские студенты поедут учиться русскому балету. У Министерства образования двух стран большие планы на будущее. О том, какие совместные мероприятия будут проводиться в самое ближайшее время, расскажет мой коллега Мунхбайер Энхболт. Здравствуйте, Марина. Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и заместитель министра образования культуры и науки Монголии Бая Тулга подписали программу сотрудничества между Минкультурой Российской Федерации и Министерством образования культуры и науки Монголии на 2015-2017 годы. Оно предусматривает проведение обменных мероприятий, национальных дней культуры и недель кино, содействию развитию сотрудничества в области музыкального, театрального, танцевального, В том числе балетного искусства. А теперь переходим к другим новостям Монголии, а не их жителям. Бурятий готов рассказать мои коллеги, и я Манух Бояр Энгболт. Здравствуйте! Ангарские куры свежие и натуральные, потому что мы не замораживаем, а охлаждаем. Блюда из ангарских кур всегда вкусные и полезные. Настоящее лакомство для всей семьи. В рамках выставки «Ворота в Азию-2015», который проходит в Монгольской национальной торгово-промышленной палате, состоялась бизнес-встреча на тему нового развития монголо-российского бизнеса. В ней приняли участие более 40 предпринимателей малого и среднего бизнеса из таких городов, как Москва, Омск, Липецк, Иваново, Иркутск, а также из Бурятии и Якутии. Подробнее о ходе бизнес-встречи расскажет Уинга. В связи с тем, что с ноября 2014 года отменен визовый режим для граждан двух стран, активизировалась внешнеторговая деятельность и экономические отношения с Российской Федерацией, а также наметились тенденции резкого повышения товарооборота между нашими странами. На бизнес-встрече 24-й выставки «Ворота в Азию» были представлены доклады, затрагивающие самые разные отрасли экономики, продовольствия, сельское хозяйство, легкую промышленность, строительство, машиностроение, туризм, науку и образование. Российские бизнесмены ищут на монгольском рынке партнеров. Машиностроительное предприятие из города Липецка выразили заинтересованность в поставке своей продукции на монгольский рынок. У нас достаточно промышленный регион, он очень известен на территории Российской Федерации, особенно своей машиностроительной и металлургической продукции. Какие темы мы хотели бы поднять? Во-первых, это как зайти на рынок Монголии, потому что он уже в принципе достаточно занят продукцией производителей других стран. Управление по развитию малых и средних предприятий вывело следующую статистику за прошлый год. Более 90% от примерно 52 тысяч предприятий Монголии относятся к сфере малого и среднего бизнеса. Конечно, в российской экономике совершенно иные цифры, но для сотрудничества нет никаких препятствий. Как подчеркнул министр промышленности Монголии Эрденбад, самое главное – использовать существующие возможности для сотрудничества. Виднодолью приграничных субъектов Российской Федерации приходится около 70% всего нашего двусторонного товарооборота. Из них более 50% приходится только на Иркутской области. Поэтому цель нашего форума – развитие взаимовыгодного сотрудничества, продвижение не только российского бизнеса на монгольский рынок, но и содействие монгольского бизнеса на российский рынок. В этом году выставка проходит накануне юбилея – 70-летие Великой Победы и 55-летие Торгово-промышленной палаты Монголии. В сфере малого и среднего бизнеса задействована большая часть рабочей силы нашей страны. В последнее время со стороны правительства этому уделяется особое внимание. Предоставляются льготные кредиты с низкой процентной ставкой и осуществляется сотрудничество в самых разных аспектах. Все это позволяет повысить потенциал производства импортозамещающей продукции и экспорта. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сянжунань в ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Большой разговор представителей малого бизнеса. В Пекине открылся форум для предпринимателей из России и Китая. Прекрасно знающие местные проблемы, они смогли обсудить, чем могут помочь друг другу. Уже первый день этой встречи принес реальные результаты. У двух стран появляется общий бизнес-инкубатор. Идеи, интересные для дировых людей, будут собирать и вопрощать Скогова и Сабернаут Инвестмент Круп. Российский опыт исследований и китайский опыт внедрения технороки должны послужить друг другу. Проект хотят начать уже через полгода. В третий квартал 2015 года для китайско-российского бизнеса обещают быть очень бракотворным. Уже в следующем пару годов такие крупные проекты, как создание венчурного фонда в 200 миллионов долларов и совместное строительство бизнес-инкубатор на территории Скогова, вступят в статью реализации. Представители марого и следнего бизнеса двух стран впервые собирались в таком формате. Они это прекрасно понимают. Дойко крупными международными проектами обычные люди с еды не будут. Работающие на местах бизнесменные обсуждают, чем они сами смогут помочь друг другу, а в чем нужна господдержка. И будет система защиты предпринимателей. У нас еще бывают случаи, когда права предпринимателей нарушаются. И у нас создан институт по защите прав предпринимателей, который будет защищать интересы китайских предпринимателей в России, ограждать их излишнего административного, формального и даже иногда, что сказать, бывает коррупционного давления на предпринимателей. Но также и российских бизнесменов в Китае. Россия и Китай друг в друге заинтересованы, потому что наши экономики очень часто взаимодополняемые. Китай огромный рынок, у нас большой рынок. Он сейчас значительно освободился, я бы так сказал, в текущих условиях, потому что курс российской валюты немножко снизился. В этом смысле очень многие товары из западных стран, из Европы, из Америки стали неконкурентоспособными. Это пространство и для наших производителей, и для китайских производителей. И у Китая очень хороший, в этом смысле, в малом и среднем бизнесе опыт продвижения на новые рынки, создания новых товаров с нуля. И российским компаниям это, безусловно, будет очень полезно. Еще один конкретный шаг, который удалось сделать уже в первый день форума – открытие российского центра при Китайской ассоциации по планированию и развитию предприятий за рубежом. Именно с его помощью российские предприятия будут выходить на китайские рынки, а китайским – на российские. Янгон Чэншо, CCTV Русский, Пекин. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Ангарские куры свежие и натуральные, потому что мы не замораживаем, а охлаждаем. Блюда из ангарских кур всегда вкусные и полезные. Настоящее лакомство для всей семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова